15% или 10%. И в течение месяца по всем вопросам можете обращаться бесплатно в нашу службу поддержки, которая вам поможет решить и вы вопрос. Естественно, для меня такое предложение будет очень интересным, потому что я чувствую, что вы обо мне заботитесь, вы хотите, чтобы я совершила покупку, и мне кажется, что мне, как уникальному пользователю, скидка в 10% будет очень приятной. Даже, может быть, не скидка, а любой подарок, который вы мне дадите. Вот так, в принципе, работа в ремаркетинг – самая базовая стратегия. Таргетировать мы можем кого угодно, но это основное, как работает система. Ремаркетинг позволяет нам таргетировать людей на любой стадии заинтересованности. Поднимите руку, кто слышит про воровых продаж. Отлично. Значит, все прекрасны знать, что в воровых продаж мы можем выделить такую пирамиду. Первый пункт – это заинтересованность. То есть, например, когда я ищу очиститель по очень широким ключевым словам, просто купить очиститель воздуха. Здесь вы можете таргетировать своих просто людей, социальных клиентов, кто на сайте просто побывал, ничего особенного не искал. Просто решают, что им нужно купить. После этого у меня уже возникает интерес, точное решение. Я поделилась с моделью. И уже с помощью ремаркетинга вы можете таргетировать меня, зная, какую модель я хочу приобрести. Потому что у меня уже полностью решение созрело. И на последней стадии, после того, как я уже совершила покупку, например, у вас, вы опять же можете меня таргетировать с таким предложением, что если я посоветую ваш сервер своим друзьям, им будет тоже какое-то интересное предложение, либо мне будет какое-то интересное предложение, после того, как я их порекомендую. То есть на любой стадии, на любой стадии вороньев продаж с помощью ремаркетинга вы можете пользователю обратиться и вернуть их на наш сайт, если они сойдут ушли. Теперь по настройке ремаркетинга. Скажите, как вы вообще представляете, как ремаркетинг настраивается? Кто знает? Никто не знает. Давайте с самых озон разберемся, как настраивать ремаркетинг. Значит, есть тег, который нам может сгенерировать Google AdWords, нам также может сгенерировать аналитика, но мы поговорим пока про Google AdWords, который мы должны поставить на сайт на все странички. Самое важное, чтобы его поставить на все страницы, чтобы мы таргетировали всех людей и все люди попадали в его аудиторию. Второй вариант, если мы работаем в сфере ритейла, мы точно так же можем поставить код на сайт, но уже подписать пользовательские параметры, чтобы в будущем работать с динамическим ремаркетингом. Динамический ремаркетинг – это ремаркетинг 3.0. Мы о нем поговорим чуть позже. Значит, три варианта тега. Первый тег – это то, что мы можем сгенерировать из системы Google AdWords. Это будет один код, который ставится на сайт. Он топен, его нужно поставить всего лишь один раз. Через Google Аналитику. Скажите, кто знает, что ремаркетинг можно настраивать через Google Аналитику? Ремаркетинг можно настраивать через Google Аналитику. Вам достаточно, чтобы у вас на сайте стоял счетчик Google Аналитики. И после того, как у вас аккаунты связаны, вы можете настраивать ремаркетинг через аналитику. Очень глубокий, очень интересный и очень гибкий. В какой-то степени даже более гибкий, чем ремаркетинг через AdWords. И есть еще такая вещь, как Google Tag Manager. Это своего рода коробка, которую вы ставите на сайт. Из Google Tag Manager вы можете поставить абсолютно любой код на свой сайт без дополнительных трудностей. Это может быть код конверсии, это может быть код Google Аналитики, это может быть код ремаркетинга. После того, как вы поставили Tag на сайт, у вас начинает формироваться аудитория. Tag находится в подкладке «Общая библиотека». Это правый нижний угол вашего аккаунта Google AdWords. После того, как вы код поставили, и он у вас работал, у вас уже начинает подтягиваться аудитория, которая будет точно так же отображена в общей библиотеке. И здесь у нас уже задача сегментировать пользователей. Чем уже мы будем сегментировать пользователей, тем более конкретным предложением мы можем к ним обращаться. Для тех людей, кто себя очень комфортно чувствует с ремаркетингом, только начинает работать, то я рекомендую ставить всех пользователей, прежде всего, и, может быть, особо какие-то секторы вашего сайта, которые вы тоже таргетируете с помощью рекламы Google AdWords. Также, например, если человек положил, что ты в корзину, но не купил, Согласноossa, это все в нем ñ Продолжение следует...